Я могу не прощать, потому что во мне есть прощение от Бога, то есть я это... Потому что я верю, что то призвание, которое Бог даровал народу, Бог никогда не отменял. Об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам. Дары и призвания не подлежат пересмотру. Шалом! Шалом из Израиля, из города Хайфы, из горы Карнель. И сегодня я хочу поделиться несколькими вещами, которые Господь положил мне на сердце. Некоторое время назад со мной говорил Валентин и попросил поделиться особенностями благовестия в Израиле. И я хотел бы поделиться с вами несколькими вещами. И сегодня я вначале хотел бы сказать несколько слов о себе. Меня зовут Сергей. Я родился в городе Феодосия, в Крыму. И по... Я еврей, но воспитывался в семье атеистов, которые не верили ни во что сверхъестественное. И моя жизнь, она не включала в себя никакие еврейские обряды, традиции. Несмотря на то, что мы были евреями, мы не верили даже ни во что духовное. И еврейство для нас было по-настоящему чем-то очень далеким. И я жил как обычный человек, не зная Господа, не зная своего будущего, не зная для чего я живу. И в один день Бог привел меня к себе. И это произошло через болезнь. Когда я очень сильно заболел, и врачи поставили мне диагноз, что у меня нет шанса по-настоящему выздороветь. Они не знали даже, как мне помочь. И это через несколько... Через достаточно длительное время я, как атеист, обратился к Богу. Обратился в никуда. Обратился к небесам и сказал, «Если есть кто-то там, если есть Бог, если есть какая-то сила, которая способна мне помочь, исцели меня». И как результат Бог проговорил в мое сердце. Я узнал, я понял, я осознал, что Бог реален. Я услышал, что кто-то знает меня. Он услышал мою молитву, он услышал мое обращение. И изменил мою... Буквально через несколько дней моя жизнь стала изменяться. Я начал искать Божьего лица. Я начал искать того, кто исцелил меня. Впоследствии Бог привел меня, как атеиста привел к себе. И стал... Дал мне веру в живого Бога. Дал мне возможность познать живого Христа. И как результат познания Христа у меня появилось огромное желание учить Слово Божье. Узнать его глубже. И это было... Через время я попал в место, которое называется MGBI. Это Мессианский библейский институт. И действительно, это было благословением для меня быть частью этого обучения. Бог изменил мою жизнь. И впоследствии Бог послал меня служить в Белоруссию, в Минск. И после этого было призвание, которое дал мне Бог вернуться в землю, обещанную Аврааму, Ицхаку и Якову. И на данный момент я служу в собрании, являюсь пастором служения, которое называется Мааян Симха, на иврите, или Источник Радости. И это собрание является результатом евангелизации, проведенных здесь, в этой стране. И особенно в районе Хайфы. И сейчас это служение процветает, наполнено Божьей силой, Божьей благодатью и милостью. И сейчас я хочу поделиться несколькими вещами. Когда мы говорим о евангелизации, нам нужно понять в нашем разуме, что это не идея человека. Это не идея пастора увеличить количество людей, посещаемых церковью или общиной. Но на самом деле, когда мы говорим о евангелизации, нам нужно понять или держать это в разуме, что это желание Бога достичь людей. И не просто достичь их, но иметь личные живые отношения с Ним. Бог желает привести свой народ к живым отношениям, к взаимоотношениям. Когда мы открываем Писание, мы видим... Есть такое понятие, как «великое поручение». Открывая Слово Божие, мы видим, что Иисус, поднимаясь в небеса, Он собирает Своих учеников, обращаясь к ним, и Он говорит такие слова. Он говорил своим последователям. Находится в Марке, в 16 главе, 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей тварью». И здесь говорится «всей» или «всех». Это слово включено в каждый человек, живущий на земле. Здесь мы видим, что Бог не исключает от благой вести ни одно существо, рожденное на этой земле, независимо от их страны, в которой он живет, национальности, положения в обществе, возраста или социального статуса. Что же Писание говорит о сердце Бога в Танахе, в Ветхом Завете? И сейчас мы находимся в период праздника Песа. Каждый год евреи собираются по домам и празднуют за праздничными столами этот праздник, читая Пасхальную Агаду. Пасхальная Агада, она говорит о истории выхода еврейского народа из Египта. Эта история произошла уже больше трех с половиной тысяч лет назад. И в это время еврейский также народ обращается к Писанию, говорящий и рассказывающий нам о причинах выхода из Египта, куда они шли. И также мы узнаем о их пути, как они двигались. Интересно, когда мы говорим о путешествии или переходе, походе еврейского народа из Египта в обитованную землю, здесь мы не видим вот это слово блуждание, они просто путешествовали где-то. Но интересно, что они были водимы. Бог вел их. И в этом путешествии у них было... еврейский народ испытывал опасности от египтян. Они были без воды. Были периоды, когда не было еды. Но все эти проблемы произошли не просто от их блуждания, но произошли от водительства Бога в их жизнь. Они произошли по Божьему водительству. Люди читают историю выхода из Египта и о их путешествии по пустыне, думая или видят в этом путешествии цель. Выход из Египта, из дома рабства и переход в обитованную землю. Обитованную землю Аврааму, Ицхаку и Якову, еврейскому народу. Но давайте вместе с вами обратимся к Исходу 13 главе. Давайте посмотрим, что же Бог имел в виду, когда Он выводил Свой народ. Исход 13 глава, 17 стих. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она была близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогу пустынную к Черному морю». И дорога, которая говорится здесь, дорога, которая проходила через филистимскую страну, она была самой короткой и многоиспользуемой в то время для перехода из Египта в Ханаан. Это торговый путь, который проходил вдоль Средиземного моря. Это была дорога достаточно короткая, сравнивая ее, может быть, продолжительность или длину, мы можем сказать, около 300 километров. Интересно, если вы помните еще школу, самое короткое расстояние от двух точек – это прямая. Но здесь мы видим, вместо того, чтобы Бог повел свой народ напрямую, используя прямую лили, Он их повел совершенно в другом направлении. Если бы Бог поставил перед собой цель, первоначальную цель, вести народ Израиля в обитованную землю, Он бы выбрал этот маршрут, самый короткий – 300 километров. Но Он избирает совершенно другой. Мы узнаем, что Бог повел их совершенно в другом направлении. И интересно, что это было приблизительно то же самое расстояние – около 300 километров, и привел их к горе, позже к горе Синай, Синай или другое название этой горы – Хоре. Когда они снова начали двигаться к обитованной земле, на самом деле, они находятся еще дальше, чем они были, выходя из Египта от обитованной земли. И обитованная земля не являлась главным местом, куда им нужно было прийти. Есть другое место. И сам Бог объясняет, или сам говорит об этом месте. В исходе 19 главе в 4 стихе мы видим… Давайте прочитаем вместе с вами. 4 стих. «Вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и привел вас, и принес вас к себе». Обратите внимание, что сам Бог, выводя евреев из Египта, Он приводит в такое место, которое можно назвать «место безысходности», «место безвыхода». Евреи подходят к Красному морю. Позади них находятся египтяне. С правой стороны и с левой стороны находятся горы. Евреи находятся в ловушке. Им нет выхода. Они не умеют плавать, они не могут переплыть море. Невозможно подняться на горы, которые окружают их. Вернуться назад также нет возможности. Египтяне преследуют их. И интересно, что сам Бог, Он ведет свой народ в трудности или проблемы, чтобы народ мог сказать, если ты, Бог, не поможешь нам, у нас нет шанса на спасение. У нас нет больше шанса вырваться отсюда. Нет спасения для нас. В вашей жизни и в моей это то, что Бог делает в этот период. Он ведет нас к себе. И это является местом назначения, его цели. Бог желает привести нас к близким, живым отношениям с Ним. И, вы знаете, то, что сейчас Бог делает в моей жизни, чтобы приблизить меня к себе. Я живу в Израиле. Я несу пастырское служение. Я являюсь отцом. У меня есть двое детей. У меня есть жена. И те трудности, с которыми я сталкиваюсь в служении, в семье или в моей жизни, являются частью Божьей работы, чтобы привести меня к Нему самому. Я верю, что так же, что вы проходите в своей жизни сейчас, в это время, те трудности, те проблемы, Бог использует их для того, чтобы привести нас к близким, живым отношениям вместе с Ним. Он хочет привести нас к такой точке жизни или соприкосновения с Ним, что нет другой надежды, как только на Бога. Никто не может больше помочь нам, как только Бог. Бог является... Бог... Мы можем сказать, Бог, я нахожусь в полной зависимости от Тебя. Это то место, в которое Бог ведет меня и вас. Нам нужно прийти к Иисусу с сокрушенным сердцем, осознавая, что мы полностью зависимы от Него. Мы полностью зависимы от Его помощи, от Его жизни. И направление, которое Бог ввел еврейский народ в то время, во время, мы говорим о Тесахе, Он ввел не только в обитованную землю, но Его главная цель была привести еврейский народ к себе. Также в этот период Бог имеет ту же самую цель в наших жизнях, используя любую ситуацию, привести нас к личным, живым, благим отношениям с Ним. Он ведет нас к себе. В наше время мы стали свидетелями возвращения еврейского народа вновь образовавшийся Израиль после двухтысячелетнего рассеяния. Евреи с разных стран мира снова возвращаются в обитованную землю, землю, которую Бог обещал Аврааму, Ицхаку и Якову и Его потомкам. Что же является Его целью для возвращения Божьего народа в эту землю? Конечно же, план Божий гораздо больше, чем просто географическое перемещение народа с одного места на другое. Желания Бога и Его планы не изменились. Его желание снова привести свой народ к себе, к личным отношениям, к живым отношениям с живым Богом. Бог желает дать своему народу новый дух и новое сердце. И трудности и проблемы в жизни, проблемы с олеей или возвращением на обитованную землю, люди сталкиваются с различными испытаниями в их жизни. И часто они являются инструментом, через который Бог хочет достучаться к их сердцам. Когда человек находится в такой ситуации, которая говорит, «Бог, я надеюсь на Тебя, у меня нет другого выхода», тогда Бог готов проявить свою силу, свою любовь, свою помощь. Когда нет надежды, Бог приходит с надеждой. Когда нет выхода, Бог приходит с выходом. Нам необходимо быть зависим от Него полностью. Бог желает спасти и привести свой народ к себе. Как же это связано с евангелизацией? возвращение, оно связано с огромными трудностями в жизни. Бог желает ответить на них. Возможно, Бог привел к ситуации трудностей людей для того, чтобы человек перестал смотреть на себя, на свои способности, на свои силы, на свои возможности, обратил свой взгляд эгоистически от себя и посмотрел наружу, посмотрел на живого Бога, на того, который способен, может помочь. Бог желает проявить свою силу. И Бог посылает нас к людям, у которых есть проблемы, чтобы нам не нужно смотреть на проблему, которая есть, на проблему, как на безвыходную ситуацию в жизни других людей или в своей, но как на возможность Бога проговорить в их жизнь, показать свою любовь и проявить свою силу. Бог желает достичь этот мир. И мотив, с которым Бог смотрит и действует в этом мире, это любовь. Писание говорит, что Бог есть любовь. Написано, что Бог настолько сильно возлюбил этот мир, что послал своего сына единородного, чтобы каждый человек или всякий, верующий в него, не погиб, но имел вечную жизнь. я хочу сказать несколько слов о евангелизации. Помните, мотив нашего сердца к подходу, к евангелизации должен быть это любовь. Такой же мотив, который есть у Бога по отношению к людям. Нам нужно понимать то греховное состояние и положение человека, в котором он находится перед Богом. и также подходить с тем желанием изменить эту ситуацию, изменить жизнь человека. Также ожидайте, что Божье Слово будет совершать свою работу. Вы знаете, часто человек делится евангелием, не ожидая того, что Бог будет совершать свою работу, не ожидая, что человек будет принимать то, что будет сказано. И на самом деле нам необходимо ожидать хорошего результата. Помните, люди находятся в трудностях и проблемах, они ищут выхода, они не знают просто, что есть выход один, самый лучший, это обратиться к Богу. Поэтому одна из вещей, которая препятствует также проповеди Евангелия, это страх, что люди не примут послания, они отвергнут нас за нашу веру или неправильно отнесутся к нам. Это является препятствием или остановкой против того, чтобы делиться Словом Божьим. Ожидайте положительной реакции, когда вы делитесь Словом Божьим. Это наш опыт. Бог желает изменять жизнь людей. И также сама евангелизация включает в себя не только поделиться Словом Божьим с человеком, но насколько необходимо также молиться. еще в самом начале, когда я пришел к вере, нас научили принципу. До того, как мы пойдем говорить с другими людьми о Христе, поговорите вначале со Христом, поговорите сначала с Богом об этих людях, чтобы Он дал вам слова, которые принесут жизнь. И тогда идите и говорите с другими. Нам нельзя пренебрегать важность молитв. Нам необходимо приносить неверующих людей пред Господа, потому что только Он способен открывать сердца. И также молитва, она должна включать в себя просьбу к Богу о творчестве, чтобы Бог дал нам творческий подход ко всему, что мы делаем, как донести Его Слово к сердцам людей, чтобы они были открыты или это было доступно для них. Молитесь о изменении сердец. Я приехал в Израиль уже в 1999 году. Прошло много времени. И с этого времени мы начали молиться о том, что Бог, покажи, как нам принести Твое Слово, как нам достичь людей для Твоего Царства, как нам принести благую весть, доступную для них, чтобы они были способны принять Божье Слово. И как ответ на это, на эту молитву, Бог показал нам. И Бог задал нам вопрос, что любит делать человек, который приходит, приезжает в новое место? Конечно, нужно посмотреть места, новые места, где он еще не был. В сердце каждого человека есть желание исследовать что-то новое. и новые иммигранты или Алим Хадашим, они не являются исключением. Приезжая в Израиль, люди полны энтузиазма, они также ищут понимание или познание новой страны, в которой они живут. И Бог дал нам идею, нам нужно привести людей, которые приезжают в эту страну, взять их и привести на те места, которые связаны с историей Израиля, которые связаны со Христом и рассказать им эту благую весть, которая изменила жизнь миллионов людей в течение поколений. И вы знаете, что происходит сейчас? Бог дал нам этот инструмент евангелизацию, мы организуем экскурсии, поездки на автобусах по местам, на которых был Иисус, которые связаны с историей. И прямо на этих местах мы рассказываем благую весть Евангелия. Были моменты, когда у нас практически больше, чем пол автобуса, 20-30 человек прямо во время этой экскурсии молились для того, чтобы принять Христа как своего спасителя, принять Мессию Израиля в свое сердце. Бог множество раз исцелял во время этих поездок. Бог продолжает изменять жизни людей уже больше 20 лет, используя этот инструмент. Я вижу это как прямой, это евангелизация, как прямой ответ, этот способ достичь людей, как ответ Божий, творческий подход к проповеди Евангелия. Мы молимся о том, чтобы Бог показал нам также, как нам достигать дальше людей. И часто после экскурсии, после поездки, после проповеди уличной евангелизации, мы думаем, как привести человека ко Христу, к отношениям, не только к молитве покаяния, как помочь ему возрастать. И из этого родились библейские занятия, которые называются Альфа-курс. И мы называем их между собой как Библия с пиццей. Это, я думаю, самый простой метод, когда мы можем пригласить человека в гости. Человек даже не знает, что он идет на собрание. Он идет на собрание людей, которые обсуждают разные темы, они обсуждают или изучают Писание. Но у них есть также возможность провести время вместе, друг с другом, за круглым столом, вкушая пиццу. Это также открывает сердца людей для того, чтобы узнавать более глубже Христа. Бог также дал нам видение приводить людей используя библейские праздники. Мы празднуем события, которые произошли в прошлом, рассказывая людям о них и показывая, что Иисус является Ищуа исполнением библейских пророчеств. Для многих людей через библейские праздники были открыты глаза на то, кто такой Мессия Израиля, на то, кто такой Ищуа Иисус. Также мы собираем людей на различного рода концерты, праздники для того, чтобы не только провести хорошо время, но рассказать им благую весть о любви Божьей, о любви Христову. Много людей пришли к Спасителю через эти собрания или праздники. И одна из вещей мы также, как собрание, мы молились уже длительное время об этом и говорили, Бог, как мы можем послужить обществу, в котором мы живем? Как мы можем донести благую весть также для всех слоев населения? Неважно сколько лет младенцы, дети, взрослые или пожилые людьми, люди. И вы знаете, один из дней Бог открыл нам дверь, чтобы проповедовать людям, которые прошли Холокост. Люди, которые по-настоящему стоят перед дверью, перед, можно назвать дверью или границей вечности. Бог открыл нам дверь для того, чтобы проповедовать им благую весть. Целая группа людей, которые не знали Христа, сейчас они являются христианами, они последователями еврейского Мессия, Ещура. Они приняли Христа в свое сердце, живут для Него. И мы продолжаем проводить служения для них каждый месяц. Есть различные служения для этих людей. Бог открыл нам также через молитву возможность делиться с служением, которое называется «Хлеб-жизнь». И с чего оно началось? С молитвы. И также Бог открыл сердце одного из местных пекарей. У него есть своя пекарня. И Он предложил нам хлеб, который мы могли бы раздавать. Мы думали, вау, насколько это чудесная возможность дать людям, которые нуждаются, хлеб, поддержать людей, которые находятся в нужде. И через это служение мы служим множеству людей, поддерживая их материально, физически, их тело, их хлебом. Но Бог также дал нам возможность говорить к ним Слава Божье, показать им реальный хлеб жизни. Иисус, Ищуа, который пришел в их жизнь. И одна из вещей, которые я хотел бы еще говорить нам о евангелизации, которая важна, или предложить один из путей евангелизации, который пользуемся также мы, чтобы привести человека к покаянию или к настоящему покаянию. Вместо того, чтобы спорить о религии с другими людьми или доказывать, что я более прав, чем ты, или мое знание Библии, или мое религия, как люди говорят, лучше, чем твоя, мы пришли к тому, что самое очень важно также обратить человека к его совести. И этот принцип использовал сам Иисус. Это библейский путь проповеди Евангелия. И этот путь, он отличается от пути, который мы слышим сейчас, путь, которым пытаются люди донести Евангелие к народу. Я хочу прочитать вместе с вами Марка, 10 главу, 17 стих. Здесь говорится история Иисуса. Я думаю, все из вас знают эту историю о богатом человеке, который подошел ко Христу. Но давайте посмотрим вместе с вами на это место. «Когда выходил Иисус в путь, подбежал к Нему некто, пал пред Ним на колени и спросил Его, учитель благи или добрый учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать твою. Он же сказал, учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус глянув на него, полюбил его и сказал им, одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай нищим, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печали. И хочу задать, обратиться сейчас к этому слову. Написано, что к нему подбежал человек. Он пал на колени и сказал, учите благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И выглядит так, что у Иисуса появилась чудесная возможность проповедовать, проповедовать благую весть. И вы знаете, если бы Иисус использовал современный метод проповеди Евангелия, Иисус бы сказал такие слова. Друг, у тебя в сердце есть огромная пустота. И только я готов, могу и готов заполнить ее. Когда я войду в твое сердце, то войдет в твое сердце любовь, мир, радость. И когда ты умрешь, ты пойдешь на небеса. Знаете, в наше время тоже множество раз люди обращаются к другим, к неверующим, с таким пониманием и с таким подходом. Если у тебя есть проблемы, у тебя нет мира, у тебя нет достаточной финансы, приди к нам в церковь, приди к нам собрания. Я сам участвовал в таких служениях. Я думал, что нужно пойти и рассказать людям о том, что Бог решит все ваши проблемы. Бог вас так сильно любит, что все трудности и проблемы, которые находятся в вашей жизни, они решатся с момента, как вы только войдете в двери церковного собрания или присоединитесь к какой-то общине. Бог даст вам хорошего мужа, жену, и эта проповедь, которую люди пытаются привлечь неверующих ко Христу, не является действительно библейским подходом. Иисус задает вопрос. Давайте обратимся к Иисусу. Иисус обращается к этому молодому человеку и говорит, почему ты называешь меня благим? И он говорит, никто не благ, как только один Бог. И здесь Иисус, он подкорректировал понимание этого молодого человека. Он внес коррекцию слову благ. Иисус говорит благой по-настоящему во всей полноте это только Бог. И само слово благ, оно включает в себя несколько значений, но одно из них, оно говорит о моральном совершенстве. И Бог указал на это качество Бога. Моральное совершенство. И Иисус также указывает молодому человеку на десять заповедей. Закон, который еврейский народ получил на горе Синай. Это моральные принципы жизни, принципы поведения общества. И здесь Иисус говорил всего лишь о нескольких. Он задал вопрос молодому человеку. Знаешь ли ты заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обманывай, почитай отца и мать твою. И ответ молодого человека был настолько простым. И он говорит, конечно, учитель, все соблюдаю, я хороший человек, все, что говорит, о чем говорит закон Божий, я понимаю, я соблюдаю, что мне сделать еще для того, чтобы наследовать вечную жизнь. и после этого Иисус указывает ему назначение первой заповеди. И он говорит ему такую вещь, пойди и все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, приходи, последуй за мной, взяв крест. То, что Иисус сделал, он использовал закон для того, чтобы показать человеку его нужду в Божьей благодати. Он использовал принцип, который подготавливает сердца человека к принятию Божьей благодати. Когда Иисус сказал, пойди молодому человеку и раздай все, что у тебя есть, написано, что молодой человек увидел, что в нем он отошел от Иисуса, потому что его сердце не принадлежало Богу. В его сердце был идол, в его сердце был грех богатства, за которое он держался. И первая заповедь говорит по-настоящему о любви к Богу. Помните место Писания? Написано, Господь говорит о себе, «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И здесь была заповедь, «Да не будет у тебя других богов, пред лицом моим». И молодой человек осознал, что богатство, которое у него было, это было тем идолом, тем препятствием хождения за Иисуса. Иисус просто указал на его проблемы, на его сердце. Закон, он указывает на положение нашего сердца, указывает, что находится в нам. И указывает также, что мы не способны также исполнять эти заповеди и указывает на необходимость ко спасению, нужде в спасении. В Псалме 18, восьмом стихе говорится, «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно и умудряет простых». Но в 18 стихе, в 18 Псалме восьмом стихе, слово, которое переведено на русский язык, как два слова, укрепляет душу. На иврите используется слово «щу», что указывает на возвращение или на приказ «вернитесь». Другими словами, если мы читаем в контексте это местописание, говорится, что закон Господа совершенен и он возвращает душу человека, возвращает человека к отношениям с Богом, показывает ему нашу природу, говорит «вернитесь». ко мне, вернитесь ко мне, говорит Бог. Он желает возвращения нашего. Некоторые думают, что исполнение, что их хорошие дела или исполнение некоторых заповедей помогут им в день суда. Я хороший человек, я никого не убил, я не украл, я веду себя хорошо, поступаю в соответствии с моими моральными принципами и стандартами правильно и хорошо. Но что же говорит Писание? Здесь говорится нам в послании к римлянам о законе, 3 глава, 20 стих. Написано, что делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть. И здесь говорится очень важно, законом познается грех. в Новом Завете говорится также о Яков он сравнивает в первой главе закон Божий, закон совершенный, сравнивается с зеркалом. И реальность зеркала, у каждого из нас в домах есть зеркала. Когда мы перед тем, как мы выходим на улицу, мы хотим выглядеть красиво, мы хотим видеть, что у нас все нормально, мы подходим к зеркалу. И все, что зеркало делает, оно просто показывает или отражает действительность, отражает физическую действительность нашего тела. Нам нужно, возможно, у кого-то осталась зубная паста, которую нужно вытереть, крем, нужно причесаться. Но есть другая функция у Божьего закона. Показать то, что находится внутри человека. Показать, что находится в нем. Я не знаю, что находится в вас. Я не знаю, что находится в других людях. Но когда мы открываем Писание, мы тогда можем увидеть, что находится внутри нас. Мы смотрим на закон Божий, на его принципы или моральный стандарт совершенства. Мы смотрим свою жизнь и начинаем осознавать. Вау, мне нужен Спаситель. Я не такой хороший, как я думал о себе раньше, сравнивая себя с Божьими принципами. Бог желает показать, используя это зеркало, показать нашу природу. Часто что происходит, человек читает Писание и он использует это зеркало неправильным образом. Он смотрит на него, беря это зеркало и поворачивает его на другого человека и говорит, это в нем все неправильно, он поступает неправильно, он делает не так. Но Бог не призвал нас сравнивать себя с другими, сравнивать закон Божий и управлять другими людьми. Но Бог желает, чтобы человек посмотрел на себя, увидев Божьи принципы, используя зеркало Божьего закона. И когда мы увидим это, тогда человек осознает свою нужду в спасителе, в изменении жизни, свое безнадежное положение перед Богом и может обратиться к спасающей благодати во Христе. Вы знаете, те люди, которые имеют религиозные чувства, часто думают, что у них их отношения с Богом очень хорошие. Они основаны на их национальности, часто связаны с еврейским народом. Я еврей. Бог избрал еврейский народ. Поэтому у меня все хорошо с Богом. Мне не нужен мащия, потому что я избранный человек. Я лучше, чем другие. Люди думают, некоторые думают о своей принадлежности к какой-то религиозной группе, пытаясь оправдать себя, пытаясь построить свои отношения с Богом через хорошие дела. Нам нужно напомнить и человеку, что ожидает человека в будущем без Христа. Человеку, который отказывается от Божьей благодати во Христе. И одно местописание, которое помогает всем очнуться от сна, о том, что время на 6 глава 23 стих. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Бог по-настоящему очень серьезно смотрит на грех. Он не закрывает грех, он не закрывает свои глаза на грех. Писание Бог будет наказывать грех, но в то же время Бог дал нам благодать по своей великой любви во Христе, чтобы мы имели жизнь. И каждый, кто обращается ко Христу, имеет Божью милость. Используя этот принцип Божьей заповеди, помогает многим людям осознать свою греховность, осознать свою нужду в Боге, нужду во спасении и прийти к спасающей благодати в Мессии. Это касается еврейского народа или нееврейского народа? Только тогда покаяние будет чисто сердечным и будет приносить также достойные плоды. И человек, приняв Христа, он не будет просто видеть его как какое-то дополнение к своей жизни, но он будет видеть Христа как единственную способность жить, избежать сюда и быть в Божьем присутствии, в вечности. И он начнет ценить также то, что Иисус сделал для человека. И, может быть, это короткое послание, с которым я хотел делиться сегодня с вами. Я также хотел молиться, потому что Бог, Он желает использовать каждого из нас, чтобы привести Божий народ к осознанию своей, к осознанию нужды Спасителя, к изменению жизни. И моя молитва также, чтобы Бог использовал не только нас, но использовал каждого из нас, каждого верующего для своей славы. Нам не нужно бояться, нам не нужно ожидать негативной реакции, но нам нужно ожидать, что Бог будет совершать свою работу, когда мы будем делиться Словом Божьим с людьми. И это работает в Израиле, это работает во всех странах. Просто идите, делитесь Божьим Словом, приводите людей ко Христу. И молитесь о творчестве, потому что Бог будет показывать пути, Бог будет давать дорогу, как донести Его Слово. Пусть Бог благословит вас, наполнит Его Божьим Шаломом, миром. И пусть Его мысли, они действительно станут нашими мыслями. Его сердце, оно станет нашим сердцем. Его характер станет нашим характером. Чтобы действительно, как Писание говорит, высветли мир, чтобы мы могли светить во тьме, входить в том мире, в котором мы живем, принося Божью жизнь, будущность, надежду и изменения. Пусть Бог благословит вас, даст вам желание делиться Его Словом во всех местах, где бы вы ни находились. в Шалом. Потому что я верю, что то призвание, которое Бог даровал народу, Бог никогда не отменял. Об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам. Дары и призвания. не подлежат пересмотру. Это было... Субтитры создавал DimaTorzok